Эндрю Измайлов, значит, спасибо большое за донат. Тут что еще раз было? По-моему, Сокола есть. Видос без очереди на запись. Моисей нашел шедевр реакцию Фреда на бессмертный металл. Ну, на Мухатарском канале. Ну, ладно. Так. Мосса не думал в барби-шоп сходить в шляпу подстричь? Нет, не думал. Срак, да? И там прям конкретно сейчас, как это называется, секунду. Ага, так. Ну, там четко слышно, прям отчетливо. Причем любому человеку с первого прослушивания. Но Сокол уверен, что это хейтеры придумали и просто распространяют ложь. Металл или какой-то металл? А, бессмертный металл. Древесный металл, это больше Димон, да? Древесный металл. Древесный у Димона. Не слышно. Правда, не слышно. Это плохо. Ну, выражение лица уже доставляет, в принципе. Фред, он даже молчит так красноречиво. Так, а, я же тут видел. Эдек рождает короли разом. Ты поднял кулак над головой. Да, бля, где? 466 тысяч на металл, ребят. Металл. Калуэ, ну. Ну, блядь, это, ну, это без... 100%, это не имеет никакой другой трактовки. Это для вечной жизни срак. Ну, я так же говорил. Срак. То есть... Для вечной жизни срак. То есть, просто... Калуэ, ну. Для вечной жизни срак. Для вечной жизни срак. Ну, стопроцентный срак. То есть, как бы, по-другому никак. Калуэ, ну. Ну, как бы, это мало что... Не знаю, там, подтверждает это. Ну, окей, да. Приятно, что еще вот такой вот дополнительный в копилочку прикол. Для вечной жизни срак. Там срак. Просто для вечной жизни срак. Кто-то сказал, что там, на самом деле, типа, срок, по-моему. Там, типа, между А, Э и прям, ну, еле-еле О, но, на самом деле, даже не кажется... Ну, это не срак, нет. Это срак. А, Э, такое, типа. Это абсолютно стопроцентный. Для вечной жизни срак. Ну, не прям срак. То есть, стопроцентный было бы прям А, да, такое. А это срак. Такой вот, как между А и Э. Стопроцентный. Ну, говори... Ну, типа, там, стопроцентов не О. Вот так можно сказать. Срок. Это, видимо, как вот... Есть же модификация гласных, да? Там есть такая тема, что вроде как... Ну, я косвенно слышал, как вот, типа, над Денисом, да, тоже прикалывались, что вот... На высоких нотах это есть, да. Из одиночества. А, страх, что-то... Одиночество бьется внутри, что-то... Половина пути и позади... И что-то... Ну, короче, какие-то буквы, да, что они чуть меняются, что она, типа, там не О. Допустим, написано там пропуск кадров. То есть, он как будто, типа, не пропуск кадров, а, типа, пропуск кадров. Какой-то про... Типа, вот такое. Вот, видимо, он, может быть, перебрал с этой модификацией, и у него получилось... Кадров. Зурак, это смотря в какое время. До года так 2005 или того позже алкоголи в Москве без документов продавали, а еще с напитками типа пшеничной слезы за 35 рублей. Славное было время. Мне было 9 лет. Спасибо большое за донат. Я не знаю. Срак. Ну, окей. Ну, что можно сказать? Там... Да. Срак. Какой-то. Окей. Ну, модификация, еще раз. Это нормальная тема, но все-таки, допустим, как у Арии я много раз приводил пример, как какой-то песня, она начинается со слов, типа, там, твой взгляд или твой, там, век, что-то такое, допустим, да, и ты вот поешь не твой, типа, вот она твай, все равно чуть больше на а становится похожа, потому что твой, типа твой, твой, твой. Эту ноту, ну, невозможно о спеть так высоко. Но когда ты поешь низко, то твой, твой, все равно, зачем ее делать? А, типа, твой, твой, твой взгляд, смотрит на меня, типа, не смотрит, а там смотрит. Ну, это полная херобора, и вообще, как бы, любой педагог вокала, любой, там, звукач даже какой-нибудь, скажет тебе, что, братан, переписывай эту хуйню. Потому что так не поется. Ну, шедевр, не шедевр, да, действительно, надо признать, но так просто забавненько.